Меня зовут Сергей Ефимов, я представляю Е-сервис Вагон. Этот сервис создан для управления качеством обслуживания пассажиров в грузолизминце. Он работает на новом типе взаимодействия с клиентами. Все их обращения всегда открыты, они собираются в статистику. По такому принципу работает 8 лет в Киеве сервис 1551. Кнопочка вновь просто. В Киеве живет больше 3 миллионов людей, у них постоянно есть проблемы с электричеством, с водой, еще с чем-то. И эта громадная система, в которой появляется каждый день куча проблем, полностью контролируется на одном мониторе одним из замов мэра по коммунальным предприятиям. Мы решили перенести эту модель на крупные государственные компании. Потому что мы считаем, что если система сложная, наш подход будет работать в любой системе. Мы открываем для пассажиров возможность всегда оставить обращение, которое может раз в неделю быть в обязательном порядке увидено топ-менеджментом компании. Целью аудитории сервиса это пассажиры у грузолизминцы, топ-менеджмент и директора филиалов, дирекций и начальники поездов. У них у всех появляется одно место, на котором они могут коммуницировать. Это экран компьютера, на котором они видят наш e-сервис. Как сейчас происходит управление качеством обслуживания? Происходит по старинке. То есть человек должен потребовать жалобную книгу. Часто ее надо потребовать у того, кто нарушает его права. Начальник поезда, например, с кем уже идет конфликт. Это очень непросто. Можно позвонить по телефону горячей линии. Это лучше, чем требовать книгу жалоб. Потому что мы уходим от прямой конфликтной ситуации. Но всегда в конце человеку просто перезванивают и говорят, что ваша проблема решена. То есть ты позвонил, а тебе потом несколько дней отзвонились и сказали, что ваша проблема решена. То есть это такое странное управление качеством. Можно надеяться на внутренние проверки. Они постоянно происходят в крупной компании. Ну понятно, чем они заканчиваются внутренние проверки. Мы предлагаем изменить или усилить, скажем так. Это такое новое модель. То есть человек будет просто ставить галочку на онлайн-сервисе. Все это собирается в статистику. Руководство компании всегда имеет доступ. Из-за того, что у нас всегда все жалобы видны и все обращения. Все остальные участники процесса начинают через некоторое время не хотеть туда просто попадать. Они улучшают качество своей работы. То есть они сами собой начинают управлять. Они становятся лучше, потому что они не хотят, чтобы они были оштрафованы, уволены. Наши преимущества, то что сервис работает, он уже собирает данные. На его основе уже можно делать выводы о работниках компании. Вот у нас есть тут этапы проекта. Мне неудобно в такую позицию ставить просто и вам все это рассказывать. У нас есть этапы проекта, которые мы хотим реализовать. У нас есть кейсы. То есть мы собрали данные на основе этих данных. Мы были одним из участников большого не скандала, а большой волны эмоционального пассажира в Мариуполе. Мы собрали в одно место эту волну и был добавлен в бойск после 4 в Мариуполь-Киев. Как было заявлено, он будет с новыми вагонами. Но он не с новыми вагонами, но опять же люди могут на нашем сервисе продолжать оставлять свои обращения. Наша команда сегодня, я думаю, у нас появится третичная команда, которая будет отвечать за коммуникации с инвесторами и донорами. Все это придет к нам девушка на переговоры. Сергей Ефимов, Анатолий Черненко. Анатолий Черненко отвечает за разработку. Сергей Ефимов отвечает за коммуникации, основные сервисы, за продвижение его. Все, спасибо за внимание. Продолжение следует...